Обстрелы на Донбассе продолжаются. Несмотря на перемирие, боевики сегодня уже четыре раза открывали огонь по украинским позициям. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Лебединская, Широкино и Пески. Неспокойно и в районе Авдеевки. Там побывал наш военкор Игорь Левенок. Как только у них ротация, здесь, конечно, становится адово. Окраины Авдеевки, наши бойцы говорят, недавно на ту сторону опять прибыла новая смена из-за поребрика. Пристреливаются. Слышите? Да, слышим. Это ДШК, разрывные боеприпасы. Добавляю себе храброй воды, потому что тоже боятся. Знают, что мы за свою землю, за свою страну. Они тут пришлые товарищи. Какое здесь перемирие, лучше всего может рассказать вот этот парень. Владимиру 22 года, родом из Кировоградской области. А это его каска. Простреляна насквозь. Стал посмотреть, буквально секунд 10 прошло. Слышу такое бум. Писк в голове, там такое. Разворачиваюсь, каска лежит метров, ну, 2-3 от меня. Поднимаю, дырка. Пуля прошла в нескольких миллиметрах от головы солдата. Вот входное. Вот оно. А вот выходное. Но Володя говорит, что в тот момент даже не растерялся. Поскольку его жизни угрожала опасность, приказа об ответном огне ждать не стал. Ну, эмоции взял РПК и как бы туда сразу, ну, приблизительно туда, откуда был выстрел. Там как бы с подзаборщика, там другого варианта нет. Вражеский снайпер после этого больше не стрелял. О том, что Володя чуть не погиб, узнала его мама. Стала уговаривать сына уйти из армии. Но парень настроен решительно. Просился и хотел в ЦРН целенаправленно попасть именно на передовую. В этом году боец прошел курс обучения у американских военных инструкторов. Уходить из армии не собирается. Наоборот, планирует стать командиром. Еще послужу, пока мне все это не закончится, а там хочу пойти на офицера. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер.